здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максим мадзе и мы продолжаем проходить родит redemption 2 сегодня я решил незнакомца в задании по выполнять задание задание которое мы выполним сейчас два точнее задание незнакомца они связаны с сюжетом поэтому их надо было выполнить это делать не обязательно но я сделаю это не такой уж и добрый да не вы добры сэр доброта в вас спрятана я уверен не у меня подлая натура нет вы дважды ошиблись сэр во первых я лишь брат кающийся монах и не священник а во вторых натура у вас прекрасно может вы и наделали немало ошибок но с кем из вас у кого их только не было да вы не представляете но вы представляете сэр господь видит и этого достаточно для него ну посмотрим посмотрим да несомненно почему бы вам не подстраховаться и не подать милостыню многие сегодня лягут спать голодным окей давайте благодарю вас сэр как у вас успехи с этим делом боюсь люди немного апатичными стали мой наставник говорит что вся америка строится на апатии это глубокая мысль должен быть ваш наставник очень мудрый человек ну иногда он ведется как круглый дурак конечно но в общем я лучше него никого не знаю это чудесно вот только бедность всегда будет с нами но вот рабовладение мы портим но когда сэн-дени служит первоначально этим да подождите я вам не верю на дворе от 1899 год может быть вам стоит уйдиться в я слышал что хозяин тот что за углом зим зеленый дверь говорят что он торгует не только поношенными украшениями помогите им news опять я не успеваю дочитывать некоторые вещи капец тут людей много может из-за этого лагать и извините дайте дорогу очень важному человеку сюда надо зайти же да блин тут ничего не видно вообще что там про пленников о здравствуйте мистер здрасте вас что-то интересует ты не слыхал приятель тут в округе никто работ работа торговли не промышляет что именно ну где они кто люди которых ты прячешь я знаю что они здесь и не надо мне обманывать честное слово они меня заставили я всегда хорошо к ним относился на меня заставляли меня заставили сэр клянусь ну где же они говорит и уже быстрее а то я разозлюсь за этим стеллажом есть дверь просто поделитесь за большую красную книгу называется последствия межклассового предприятия ладно или чего-то там я не читал какую там книгу то вот это как какой нормальный человек вообще полезет туда какой нормальный человек додумается к нижнюю полку оттаскивать они просят на помощь спокойно я друг тебе ничто не угрожает не бойся я друг идите за мной не бойтесь и вас больше никто не тронет обещаю все пошли я вас отведу безопасное место интересно этот человек не погонится за нами случайно я эту миссию не проходил и не знаю что будет сюда это рядом бедолаги да английского они к сожалению не понимают не знаю что это не знаю что это это не знаю что это брат дрокинс друг артур и артур морган вот вы были правы я нашел этих двоих в той лавке ну это им повезло что они повстречали вас артур да поверьте они редкое исключение кажется по английски они не говорят идемте братья сейчас я вас накормлю пожалуйста вот вы еще кое-что забыли ах да точно спасибо я вот плата вам за ваши услуги я мог бы освободить их сам отдайте это бедным брат спасибо большое так и сделал как я и сказал прекрасно идем навезите меня как-нибудь я частенько работаю в той лавке ну это повышает честь вот внизу на этой шкале показана честь и как видите она хорошая ну это посмотрим так ээээ что появилось на карте брат братья донкинс появится на карте наверно не скоро точнее он появится но Только спустя какое-то время А мне надо выполнить его следующее задание Я там Там кое-какая часть сюжета просто будет Ой-ой-ой Неудобно тут кататься, я вам хочу сказать Ладно, наверное в следующей серии выполним Следующее задание от этого брата Докинса А сейчас я хочу выполнить задание Которое со знаком вопроса и желтым обозначен Оно обязательно для прохождения сюжета Поэтому мы его выполним прямо сейчас Здравствуйте Я кажется вас знаю Мистер, кажется мы встречались, да? На том ужасном приеме А, Эвелин Миллер К сожалению Итак, мистер Артур Морган Иногда меня так зовут Могу я сказать что-то грубое? Валяете Мэр считает, что вы его ограбили Сказать по правде Его это не слишком огорчает Вы ему даже нравитесь на самом деле Вот оно что А вы... Я хотел спросить Умеете воровать? Ну с каким... Каким умыслом вы меня просите осерчать себя, мистер Миллер? О, прошу прощения, а вы знакомы? Это великий вождь падающий дождь А это его сын парящий орел Джентльмены, мы видели вас на караване, когда вы пересекали реку комбиндентского водопада И на приеме вы были наверху В наблюдательности вам не откажешь Да, мой народ, если его можно считать народом В общем, мы отчаянно сражались Заключали соглашения о мире И эти соглашения были нарушены Нас изгоняли и наказывали Наказывали? Да, не сомневаюсь Теперь мне говорят Это полностью противоречит мирному соглашению Заключенному три года назад Это приведет к войне Нет, сын мой не приведет Мы не можем позволить себе такое Они стали сильнее А мы куда слабее, мистер Морган Дурное дело, конечно, да Это связано с нефтью Я уверен, что Нам все-таки доказательства нужны Пару месяцев побывали искатели Они передали отчеты Своих исследованиях Левитт укорнуло И в отчетах говорится об огромных запасах нефти на территории И вы хотите, чтобы я эти отчеты выкрал? Ну, как вы понимаете, сами они этого вряд ли смогут сделать И очевидно, от меня никакого порога не будет Послушайте, я понимаю, что это неливая просьба, но У нас нет другого выхода Я не занимаюсь благотворительностью, мистер Миллер Джентльмен, мне очень жаль, что вы оказались в затруднительном положении Но я сам заработаю себе на жизни, у меня свои заботы Мы вам щедро заплатим, мистер Морган Сколько? Я же говорил Что намеки? Два штата назначили награду за мою голову Власти любят меня не больше, чем вас Я, как и вы, убегал всю свою жизнь Мое время, как и ваше, почти на исходе, я так понимаю Мы понимаем, и мы вам заплатим Ну ладно, спасибо Мой сын будет ждать вас через пару дней возле скалы Сидотел К западу от нефтяных полей Хорошо Мы будем очень благодарны вам за помощь Господа, у нас назначена встреча, нам надо поспешить Это пустая терапия времени Мы должны использовать свои козыри Идем Здравствуйте, мистер Миллер Советник приносит свои извинения Он готов вас принять О, мы ждали Может перенести на следующий месяц встречу? Да пойдем Надеюсь, сенатор сможет подождать Парящий орел и падающий дождь Это их так зовут? Или это у них никнеймы такие? Парящий орел Где парящий орел-то? Ох ты ж, е-мое Что-то я его не вижу Где парящий орел-то? А, в керосиновой Они сказали Мне сейчас там написали Это в керосиновой фабрике Корнула Она находится где-то вообще хрен Она находится где-то то ли здесь, то ли здесь А, это должники Штрауса Нафиг они нам не сдались Это? Нет Это найти фабрику этого Корнула Керосиновую Я что-то не вижу нигде Единственный выбор Который у нас есть Это вернуться в лагерь Я, наверное, метку даже поставлю туда А потом Будем скакать И подождем немного Может метка появится Которая нас ведет К парящему орлу Ладно, короче Сейчас я вернусь Метки пока нет Давайте Я в лагерь вернусь Выполним задание в лагере А потом, может быть, продолжим Чик-чик Так Привяжем лошадку Минутку Что-то появилось, мне кажется На картинку Давайте посмотрим А, нет Это Это не наш Не, парящего орла я что-то не вижу Ну и ладно Фиг с ним Выполним задание Которое здесь Здесь Так, погодите Че-то у нас здоровья маловато Нормально Как дела, миссис Эдлер А ты как? Это было еще то путешествие С тех пор, как я к вам присоединился Да Теперь вы с дачем, значит, возвращаетесь в высшем свете, да? Ох Да, похоже на то Думаю, я никогда не вернусь в высший свет Ну Я только что видел Билла Уильямса на вечеринке В доме мэра Сен-Дени Если он смог это каждый день делать Нашли цели какие-нибудь Да, наверное Не наверное, а точно, Артур Морган Идем, надо поговорить Миссис Эдлер С вашего разрешения Когда Дача Когда меня возьмешь уже наше дело? Да, еще парочку таких слов И мы бы весь мир захватили Еще одна парочка И от мира ничего не останется Да Может быть Итак Трамвайная станция Я пошел туда Посмотрел на нее Думаю, ее можно взять Никогда еще не устраивал налеты в городе Планированием я займусь Поедешь со мной? Ну, как всегда Только ты и я? Нет, думаю, нам нужен третий Предлагаю Лене Нет Мику Ну, смотря что нужно Кровь или деньги Значит, мне бы хотелось бы Делать так, чтобы вы между собой Поладили все-таки Но это просто Заставь его измениться Как смешно Как смешно, блин О А это что такое? Киран О, боже мой Что они с ним сделали? О, смотри О, дрискалы Всем прятаться Женщины и дети Все в дом Остальные Держите позицию Артур Спустись туда И помоги им Коль Черт возьми О, дрискал Живо внутрь Скорее Не подпускайте Никого Нет Это не очень-то Надежное укрытие Надо получше И че, блин Не вижу Нам их так просто Не сдержать Отступайте Бежим к дому Скорее Барригородируйте Двери Хорошо Отлично Быстро встаньте В окон Джон Твои окна Вон там Чарльз У тебя Там В сбоку Артур Бери на себя Окна задней части Это Это миссис Адлер Она все еще снаружи Он че жив еще что ли Почему ты не пошел в дом то Чтоб все пропустить Давай, Артур Миссис Адлер Вы нужны в доме Не Душь Да, блин Да, блин Да сдохни ты Когда они закончатся А Все Все Они удерживают Трусы Трусы, блин Порядок Да Вот только Кирану Не повезло Бедняга Мистер Суансен Возьмите того парнишку И похороните Где-нибудь рядом Но только не слишком рядом Естественно Чарльз Помоги мне нести тело Здесь нужно все убрать Мистер Пирсон Мисс Гримшоя Я уже занимаюсь Коль Модрискл Этот человек умеет ненавидеть Я тоже, Артур Умею Я тоже Надо уходить Подальше отсюда Начнем искать новое место для лагеря А ты По мелочям размечиваешься Ты не видишь Какие у нас проблемы Это большие И возможности Я не очень тебя понимаю На самом деле И еще поймешь Сынок Еще поймешь Встретимся у трамвайной станции Нас ждет дело Ну что, давай Да Он спас меня А я его не смог Миссис Арлер Сражалась Смелее любого из нас Ею движут могущественные силы За пределами моего понимания Наверное Ее такой сделала любовь Короче говоря Насколько я понял Эээ Эээ Убери метку Нафиг она нам нужна А Я так понял Это задание С парящим орлом Было недоступно Пока мы Не выполнили Вот это задание В саннике Апокалипсис Насколько я понял Короче Вот рискалы Схватили Кирана Эдова Пытали его Там Чтобы узнать Где Скрывается Банда Вандерлинда Когда Он им все Рассказал Но за предательство Банды Они его Обезглавили И притащили Сюда на коне Бедолага Бедолага О, Артур Не могу поверить То, что они с ним сделали С Кираном Он был добрым Таким добрым Да Он спас Он спас мне жизнь Мне его будет Не хватать Отомстить ему Блюдка Мартур Если выпадет шанс Непременно Короче говоря Есть На этом Наверное Стоит закончить Следующая серия Займемся Либо Парящим Орлом Либо Трамвайной Станцией А уже Потом Чем-нибудь Еще Ну ладно На этом Все С вас Лайкос Подписывайтесь А с меня Эпичные Видосы Подписывайтесь На мой Второй Канал А хотя Пофигу Можете И не Подписываться Ну На группу Вконтакте Подписывайтесь Тоже Всем пока Субтитры